Уважаемые зрители, не пропускайте новые выпуски на ОМТВ. Подпишитесь, настройте оповещение обновлений, пишите свои мнения в комментариях. Ваши просмотры, лайки, репосты и комментарии – неотъемлемая составляющая существования проекта. Что предложил Владимир Ильич Ленин? Он предложил фактически даже не федерацию, а конфедерацию. По его решению этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из состава Советского Союза. Но даже территории нарезаны были так, что они не всегда соответствовали и до сих пор соответствуют традиционным местам проживания тех или других народов. Поэтому сразу возникли болевые точки. США вслед за Россией собрали у себя представителей Армении и Азербайджана и постарались их принудить к миру. Дональд Трамп не скрывал своих симпатий. Несколько раз в эти дни он публично пускался в рассуждение о том, что в Соединенных Штатах живет немало армян, которые хорошие люди и умелые торговцы, так что им надо помочь. Хорошие они ребята. Я по глазам вижу, что хорошие. Несмотря на такой перекос, первый день после американских переговоров казалось, что хрупкий мир установлен. Даже азербайджанский президент Ильхам Алиев, чья армия успешно наступает, заявил о готовности в любой момент пойти на перемирие. Если армянская сторона будет привержена режиму перемирия, то, как я говорил вчера, наступит фаза политического урегулирования и закончится фаза принуждения к переговорам. Поэтому мы будем идти до конца в любом случае. Примерно о том же говорил и армянский премьер Никола Пашинян. Но дьявол, как обычно, в деталях. Уже в тот момент было понятно, что противоборствующие стороны говорят о разных перемириях и решении карабахской проблемы двумя совершенно отличными друг от друга способами. Уйти с территорий, вывезти войска, наши люди туда вернутся, и мы будем пытаться вновь жить рядом. У Армении и у Карабаха нет цели безоговорочной капитуляции Азербайджана. У Карабаха, Нагорного Карабаха и у Армении есть цель безоговорочной капитуляции террористических групп, которые действуют в Сони-регион. Пашинян, видя, как армянские вооруженные формирования теряют в день по несколько опорных пунктов, судя по всему, наконец согласился подчиниться желаниям Москвы. Их довольно недвусмысленно еще в начале войны озвучивала самая известная кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян, упрекавшая нынешние армянские власти в двуличии и задевшая лично Пашиняна, который даже решил тогда ответить на ее обвинение. Да, вот цитата. В ответ на многолетнее добро и защиту, которые вы получали от России, речь идет про Армению, вы не признали Крым, потому что это внутреннее дело Армении. Исключительно из политической мести вы посадили Роберта Кочаряна, неизменного союзника России. Посадили специально, демонстративно, плюнув прямо в лицо своим российским друзьям. Потому что это внутреннее дело Армении, написала Маргарита Симоньян. Также она добавила, вы наводнили страну антироссийскими НКО, которые на вашей территории обучают молодежь, как свергать власть в России. Почему Армении не признает Крым? Вы знаете, честно говоря, я впервые об этом слышу, потому что в официальных и в неофициальных общениях, встречах с российскими коллегами я никогда... этот вопрос никогда не был поднят. Никогда не поднят. Ну, может быть, еще и потому, что, вы знаете, до сих пор Армения не признала независимость Нагорного Карабаха. И в этой ситуации, я не думаю, что уместно такой вопрос. Эти все НКО, они были созданы в те времена, когда в России никто не сомневался в пророссийских стремлениях правительства Армении. Все эти организации, они были созданы во времена Роберта Кучаряна, во времена Сержа Саркисиана. Если они так были, такими антироссийскими, и они были такими... Почему они не закрыли все эти организации? Кто-то может объяснить? Теперь официальный Ереван согласен на некое подобие плана Лаврова. Как неофициально, называется предложенный больше 10 лет назад Россией набор мер по карабахскому урегулированию. Его, кстати, Кремль пытался вновь продвинуть в апреле этого года, но безуспешно. Этот план включает передачу Азербайджану пяти из семи частично или полностью оккупированных азербайджанских районов. Так называемый пояс безопасности вокруг Нагорного Карабаха. При сохранении за армянскими силами контроля над еще двумя, гарантирующими свободный транзит из Нагорного Карабаха в Армению по так называемому Лачинскому коридору. Решение по статусу Нагорного Карабаха в целом откладывается. При этом в регион вводятся миротворцы. Естественно, российские. Естественно. В свою очередь Баку, если и поддался какому-то давлению, то американскому. По заявлениям Алиева видно, что он после переговоров глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне прямо начал обвинять Россию в поставках вооружений армянской армии. Армения зависит от России на 100%. Безопасность обеспечится Россией. Бесплатное вооружение обеспечится Россией. Мы уничтожили армянскую технику, наверное, на миллиарды долларов. Вот сейчас, за две недели. Откуда у них эти деньги? У них их нет. Это все бесплатные поставки из России. Ни на какой российский вариант он, похоже, не согласен. Если он и променяет поддержку Турции, которая, по многим данным, сейчас толкает Азербайджан продолжать войну до победного конца, то на благосклонность и экономические преференции со стороны США, а также, разумеется, на готовность американцев реализовать тот единственный вариант решения карабахского вопроса, который за долгие три десятилетия урегулирования понравился Баку. Речь идет о так называемом плане Гобла, именуемом так по фамилии американского дипломата, в 1994 году предложившего сложную схему обмена территориями. Согласно этому плану, Армения должна отдать часть своей земли для того, чтобы на юге, вдоль иранской границы, возник коридор, соединяющий азербайджанский эксклав Нахичевань и основную территорию Азербайджана. Также армяне отказываются от большей части пояса безопасности. К Армении через все тот же Лачинский коридор присоединяется Нагорный Карабах, который больше не выдвигает претензии на статус независимого государства. Вряд ли сейчас на фоне военных успехов Азербайджана США предложили Алиеву именно этот план. Но, скорее всего, речь ведется примерно в заданном направлении, вкупе с жестким давлением вроде угрозы санкций, прекращения военного сотрудничества и, например, инвестиций в нефтедобычу. Так или иначе, Алиев явно ориентируется не на план Лаврова. В итоге Баку и Ереван на словах «готовы остановить войну», но выставляют для этого совершенно разные условия. «Мы можем снизить свою планку требований во имя решения проблемы, но с условием, что и противоположная сторона снизит свою планку. Но практика показала, что все, что приемлемо для Армении, больше не приемлемо для Азербайджана. Это свидетельствует о том, что уже бессмысленно говорить о дипломатическом решении хотя бы на данном этапе». При этом Кремль просто не может, в отличие от США, принудить Азербайджан к миру. Особенно с учетом того, что за спиной Алиева стоит Эрдоган. Так что переговоры по Карабаху не удалось удержать в рамках постсоветского пространства, и они выходят на большой международный уровень. Теперь Москве придется торговаться с Вашингтоном, а пока это будет происходить, война вполне может продолжиться даже с большей силой. Закончится же она только тогда, когда появится общий план, который устроит всех посредников. Субтитры создавал DimaTorzok